Бабушка, где ты родилась и проводила свое детство? Я родилась в Медвежинском сельском совете. Был хутор номер 8 в деревне. Там я училась до 4 классов. А потом, когда надо было мне учиться уже в 6 классе, родители мои переехали в Медвежку. Мы переехали, домик купили и переехали в Медвежку. Там я закончила среднюю школу медвежинскую. И поступила учиться в техникум уже. В техникуме я училась технологическом. Ну, хорошо училась, так сказать. Мы еще там занимались лыжным спортом. И у нас такая была команда девочек. Мы выигрывали по очкам даже у всех парней. Первое место по городу среди средних специальных заведений занимали. Постоянно. Каждый год ездили на министерские соревнования по лыжам. В Москву, в Кинишму, Ивановскую область. Ну, там занимали хорошо, выступали. Нас бы иначе не позвали туда. Полмесяца мы были на сборах, на соревнованиях. Потом выступали. Занимали очень высокие места. По городу шли первые. А по России мы занимали... По России раньше был вообще Советский Союз, наверное, еще. Седьмое, пятое и третье места наши были. Вообще командные. Это по Союзу. Вот. И еще интересно было, вот мы когда, допустим, еще я выступала не только за наш техникум, а за Омск Спартак в команде юниоров. Там тоже успешно мы занимались спортом. И нам всегда давали талоны, между прочим, в кафе Лотос и в 77-ю столовую. А жили мы на Тарской. У нас была трехкомнатная квартира. Для девчонок нам, лыжниц, давали такую квартиру большую. И мы там жили. Техникум был на Кемеровской. Мы там ходили на тренировки. Все. Так что выступала я и за Омск Спартак в команде юниоров, и за техникум наш. Бабушка, расскажи о первой любви. Хорошо. Вот после техникума у меня поехала по распределению работать в город Новую Лялю. Там я работала в райбыткомбинате технологом. И мы там проводили такую выставку. Модели, как в салоне Вячеслава Зайцева. Ну, конечно, я там встретила свою первую любовь. В общем, там мы очень хорошо работали, дружили. И потом, когда я отработала уже свою практику, я вернулась в Омск. Вернулась в Омск. Работала на большевичке, технологом швейного производства. Поступила в институт текстильной и легкой промышленности, на заочное отделение, на инженерно-экономический факультет. И перешла работать уже по специальности по-другой. Экономистом пошла работать. Работала в системе жилищно-коммунального хозяйства. В системе благоустройства. И вы знаете, я всегда утверждала цены и технические условия сама. Технические условия утверждала в Москве. А цены считала в обл. и сполкоме утверждали нам цены. И когда меня приглашали кто-то куда-то работать, Ковальский наш начальник, он всегда тому начальнику говорит, ты не передманывай у меня сильных работников. Вот я уйду, тогда и возьмешь. И такое было. И приезжали из Тюмени, вот к нам в управление, вернее, жилищно-коммунального хозяйства, мэр города Тюмени, и приезжал начальник жилищно-коммунального хозяйства. Они меня приглашали к себе и приглашали работать в Тюмень. И такое было. Затем я перешла работать ближе к дому в здравоохранение. В здравоохранение я начинала работать во многопрофильной больнице. Теперь она называется имени Кабанова. Я там обсчитала цены. Вот у меня цены были на все-все-все. На все отделения, на лечение больного, на все-все. На все были цены, утвержденные в отделе цен обл. исполкома. Какие достижения были на работе? На работе у меня хорошие были достижения. Я все сама делала, когда утверждала цены. Вот это в Москве утверждала технические условия, а потом цены утверждала на выпускаемую продукцию в отделе цен обл. исполкома. И когда приезжали к нам в Омск мэр города Тюмени и начальник жилищного управления хозяйства, они приходили в наше управление и им нахвалили, и в отделе цен они еще были, и везде меня порекомендовали. И они меня приглашали работать в Тюмень. Вот такое у меня было достижение. А когда я работать стала в здравоохранении, я обсчитывала цены тоже за проличного больного, все-все-все по порядку. И обсчитала я эту нашу многопрофильную больницу, теперь она называется больница имени Кабанова, всю эту махину цены обсчитала на все отделения, на все анализы, на все-все-все. И тоже все утвердила в отделе цен облсполкома. И вот какое достижение? Когда мы переходили работать в здравоохранении в условиях обязательного медицинского страхования, там нужно было знать эти все цены и отсюда уже отталкиваться. И никто не мог этого делать, кроме меня. И ко мне все главные врачи с замами по экономике приезжали в нашу Кабановскую больницу, перенимали опыт. И я всех научила считать, как правильно. И что получилось в итоге? Мы вперед Москвы, мы вперед всей страны. Обсчитали город Омск здравоохранение на обязательное медицинское страхование. Вот это вот достижение же. И мне потом даже выдали премию 250 тысяч рублей за эту работу. К нам приезжала в Омск начальник управления здравоохранения из Алматы. В город здравоохранение приехала, они ее ко мне отправили. Она приехала, посмотрела и говорит, какая вы молодец. Вы, говорит, все так правильно делаете, все считаете, все утверждаете и все делаете безвозмездно. Вот такой был момент. Чем вы занимаетесь на пенсии? На пенсии я сейчас в Совете ветеранов работаю. Я являюсь председателем Совета ветеранов первичной ветеранской организации микрорайона номер 9 Кировского административного округа. Я работаю теперь с ветеранами, с пенсионерами. Я их поздравляю. Ну вот наш совет, наша первичка. Поздравляем, ходим их с юбилеями. Поздравляем вот с праздниками. Вот был праздник Великой Победы. Я всех поздравляю. Мы дарим подарки за счет спонсоров в основном в настоящее время. Ну всех поздравляем, фотографируем всех. И мы ведем такой журнал, где мы поздравляем их. Все-все-все потом фотографии выставляем в контакты. И все видят люди, как наши, как мы работаем. Бабушка, что ты пожелаешь молодому поколению? Я молодому поколению что могу пожелать? Чтобы были здоровые, чтобы хорошо учились, чтобы занимались спортом и в то же время щадили себя. Ну как щадили себя? Профилактику проходили здоровье, чтобы это не вредило здоровью нашему и вашему. Чтобы вы ценили вот то, что у вас такой дедушка был, на войне был. Чтобы все вы это берегли, историю нашей страны. Чтобы у вас все было хорошо. Чтобы мирное небо было над головой и долголетие всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...